В Люберцах прошла научно-практическая конференция, посвященная диагностике и лечению онкологических заболеваний у женщин. Участниками встречи стали врачи-онкологи, химио-радиотерапевты со всей Московской области, а также ведущие специалисты федеральных исследовательских центров. Подробности в материале моих коллег. В рейтинге самых распространенных онкозаболеваний среди женщин первое место у рака молочной железы. Ежегодно во всем мире его диагностируют у миллиона 250 тысяч пациенток. В этой же структуре органы женской репродуктивной системы. На неё приходится около 17% всех случаев. Проблема актуальна и требует постоянного внимания врачей. Современные методы лечения и диагностики, они меняются очень быстро, и мы будем следить и внедрять в практическую деятельность нашу. Возможности лечения и диагностики, и лечения улучшились. Это позволяет нам выявлять опухоль на ранних стадиях. От этого эффект лечения зависит. А ещё эффект лечения зависит от опыта и квалифицированности врачей. Делиться наработками и в то же время черпать знания у коллег. Помогают совместные научные встречи. Одна из последних конференций онкологов прошла по инициативе Люберецкой и Подольской больниц. При выборе темы форума остановились на самом распространённом женском недуге. Исходя из данных, физических данных прошлого года, выявляемость рака молочной железы сейчас достигает 70%. То есть можете представить, примерно 70% женщин, у которых выявлен рак был на первой-второй стадии, они практически выздоровеют. И поэтому я всех призываю не бояться к психоврачу и раз в год хотя бы проводить не только осмотры, но и исследования регионологические, которые называются маммографические исследования. В Люберцах подобный онкологический симпозиум прошёл впервые, но организаторы планируют сделать такие встречи регулярными, проводить их не реже одного раза в год и посвящать каждой конференции новую тематику.